Всем привет! В этом видео хотелось бы ответить на многие вопросы, которые вы задаете, пишете под видео. Начнем давайте с 3D Max. Да, программа хорошая, для кого-то, кто сидит в ней давно, она очень понятная, легко работает. Но есть программы разных типов. От Blender и 3D Max еще много программ, допустим, Rinoceros и так далее, Maya. Они предназначены для моделирования деталей домов, запчастей, там, допустим, танков, техники. Да, в этом равных этим программам нет. 20 лет я специализируюсь на полностью скульптуре. 20 лет я занимаюсь уже скульптурой, лепкой, интересные персонажи, бюсты, типы лица, позы и так далее. Я на этом специализируюсь, мне это интересно. Создавать детали, запчасти какие-то для работы цехов, станков, мне просто неинтересно. Профессионально я этим заниматься не собираюсь. На заводе работать, допустим, модельщиком или как там называется, моделить эти запчасти я не хочу. Поэтому я как-то на 3D Max и Blender делаю только некоторые детали, которые мне нужны именно по лепке для какого-нибудь персонажа. Сейчас давайте я вам пока отвечу на вопросы в видео. Я сказал, что рендер это частичная наебка, что ли. Дословно прям. Вот, давно я видел вот такую скульптуру, так сказать, статуэтку, скульптуру Маркуса из фильма. Выглядит шикарно, загорелся, хотел сам слепить, но потом нашел ссылку, где эта модель присутствует. И она вот именно сделана в 3D Max. Вот я ее скачал, давайте посмотрим, как она выглядит. Во-первых, еще хочу сказать, что 3D Max очень тяжеловатая программа. Для ноутбуков, компьютеров тут нужны мощности, чтобы что-то серьезное делать. У меня этих мощностей вроде нет никак. Поэтому, вот я скачал вот такую модель Маркуса. И давайте посмотрим, что получилось, что скачалось. Во-первых, мне не нравятся в 3D Max вот именно вот эти вот виды. 4 вида. Я люблю вертеть модель и видеть ее с любого ракурса по центру, чтобы стояла, как в The Brush. Ну, наверное, привычка или уже сложившееся, так сказать, предпочтение. Вот такая модель у меня высветилась. Вот она состоит из трех частей. Вот можно ее тут вертеть. Да, опять же, мне лично неудобно вот эти все ракурсы. Вот так она выглядит. Не лучший вид. На рендере прям был красавец такой с проработкой всех деталей, ремня, складок. Думаю, ну, скачаю, посмотрю, что как. Так, давайте теперь рассмотрим эту же модель, The Brush, как она выглядит. Откроем The Brush. Во-первых, вот The Brush, чем мне нравится, что более-менее тут все понятно. Более-менее понятно, что вы хотите от программы, и она вам это, ну, скажем так, красиво дает и удобно все. Вот такой у меня скачался Маркус. Вы видите, что модель далеко не в идеальном состоянии, так сказать. Даже если мы начинаем добавлять ему дивайдов. Сейчас включим у меня просто и 3D Max, и The Brush. Вот они как-то подтупливают у меня комп. Вот такая модель, вы видите, что ремня нету. Так, в принципе, руки сделаны нормально. Юбку бы я сделал по-другому, конечно, накидку. И вот эти вот части я проработал бы мышцы здесь легко. Также с этой моделью можно работать в Sculptris. И в Sculptris можно еще лучше ее доработать, а в The Brush уже добавить все причиндалы к ней. Извините за такие термины. Я говорю, ну, просто я, когда работаю, не люблю, так сказать, вдаваться слишком глубоко. Что, почему, как. Я просто вижу, что делает та или иная функция, и мне этого, в принципе, достаточно. Как это будет по-научному называться? Это уже освобождать часть для этой информации место в мозгу я не хочу. И загружать себя тоже 3D Max вот этими всеми названиями. Даже если русифицированная версия будет стоять, мне тоже, так скажем, неохота. Так, все, с этим вроде разобрались. То есть, программа, да, хорошая, не спорю, но это у каждого свои предпочтения в работе в программ. И каждый выбирает для себя. В принципе, модель можно вот доделать. Я этим и займусь скоро. Потом покажу вам, как она будет выглядела до и после. Еще на какой вопрос я хотел ответить. Удобство работы 3D Max по деталям. Я выложу видео, ссылку на видео, где делается болт. Обычный болт. Там в 3D Max только заморочек. И вот я в этом видео хотел бы показать, как это в The Brush все делается быстрее и проще. Вот это видео. Парень хорошо, конечно, все объясняет. Вот так все это делается. Все вроде просто, но 39... 40 минут почти занимает видео. Чистое время я не скажу вам, сколько он его делал. Все вроде нормально. Все на выходе. Мы имеем вот такой вот болт. Сейчас я вам покажу. Вот такой болт. В принципе, выглядит он классно. Все хорошо. Но давайте вернемся к тому, как его сделать в The Brush. Ссылку на это видео я дам. Вы посмотрите. Кому-то будет интересно. Парень все классно снял. Все хорошо у него объяснено. Так. Открываем давайте цилиндр. Вот такой цилиндр. Мы уже все это проходили, поэтому слишком вдаваться я не буду в подробности. Ну, как написал подписчик мне, комментируйте подробно, что вы делаете, как. Ну, это в принципе постараюсь. Сейчас мы открываем нашу вот эту вот заготовку и поставим грани. Шесть штук. Вот. Потому что гайка у нас шестигранная, и теперь давайте уменьшим вот эти вот дивайды. Поставим где-то ну, пускай так пускай будет девять. И давайте вот сайзом уменьшим толщину. Все. Вот такая заготовка у нас получилась. отключаем поле F. Жмем Ctrl левая кнопка мыши. Выравниваем ее. И теперь Ctrl V вот так вот выбираем эту вот эту часть. И заходим так, пардон. теперь мы делаем Make Polymesh. Выравниваем нашу заготовку. Ctrl Shift Делаем вот так вот. И заходим теперь в деформацию. Находим Size и прибавляем вот так вот. Вот такая у нас получилась фигурная часть. Вот эту можно потом сгладить, сделать ее мягче. но не суть дела. Теперь мы жмем Shift левая кнопка мыши выравниваем. Открываем находим немного подтупливает у меня агрегат. Давайте Insert Cylinder найдем вот этот. И давайте его вот так вот вытянем. Поле F нажмем. Вот все это дело выглядит именно вот так. и теперь нашу заготовочку мы опустим. настолько. Drive опять выравниваем и теперь будем работать вот с этой частью. Зайдем вот мы до сих пор в деформации. Давайте Twist вот найдем вот этот Twist и нажмем Y. Так программа дала у меня сбой. если вы будете работать допустим как я вот сейчас сделал с 3D Max потом показывать в ZBrush какую-то модель ну желательно перезагружать все это дело потому что начинается в ZBrush такая проблема что что-то не получаться начнет с моделью и вы будете ломать голову почему это так хотя раньше получалось все очень просто если вы делаете какую-то модель потом в программе прописывается наверное какая-то информация и начинаются непонятки так еще давайте твистом немножко крутанем заготовку выровняем кривовато получается но это у меня идет откуда-то сбой я не пойму компьютер я не перезагружал ну вам систему просто покажу она крутится в принципе ровно бывают такие неполадки в программах и вот теперь что мы делаем теперь когда мы сделали резьбу давайте вот так вот сейчас сначала выровняем все это снимем выделение и вот так эту грань отметим верхнюю все вот так она должна быть теперь инвертируем control и и давайте сайзом нет вот вы видите верхняя часть у нас тоже двигается поэтому тоже давайте ее так вот выделим и теперь сайз по у кверху поднимаем снимаем выделение вот так и что мы можем сделать еще cylinder отдельно вот мы его выравниваем теперь делаем допустим make polymesh делаем опять twist по у и вы видите что он лучше перекручивается его не ведет вот такая у нас получается заготовка для болта и вот так мы теперь выделяем вверх делаем инверсию и по сайзу по сайзу по у вытягиваем ее вверх вот опускать эту рамку это control и пробел для тех кто не знает control и инверсия и сайз вот так вверх мы поднимем вот вот такая заготовка получается вверх мы потом срежем и оденем шляпку шляпку кстати можно взять уже готовую это вот у этих инструментов нажимаем на вот этот инструмент curve brush и нажимаем N M и вот они у нас уже тут кстати готовые есть гайки вот они так что решать вам какая программа и для каких моделей вам нужна для каких для какого вида работ все всем пока всем до свидания